Житель, подожди-ка секундочку, если честно, в это максимально сложно поверить, то есть вы настолько сильно за меня переживаете, что сделали мне такой крутой подарок. Да, Пиксель, именно так, самое главное выздоравливай скорее. Офигеть, мне реально правда не верится. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И если честно, я думаю это слышно по моему голосу, я всё ещё болею. Однако жители моей деревни сегодня сделали действительно что-то невозможное. Они придумали мне идею для ролика. Причём не просто придумали, ребята, а ещё всё и подготовили. И по большому счёту мне остаётся только записать это на свой канал. Ребята, вы реально огромные молодцы, причём идея очень и очень крутая. Ну это же прекрасно, Пиксель, ты меньше сил потратишь и быстрее выздоровеешь. Мы, подписчики, очень сильно за тебя переживаем. Что есть, конечно, того не отнять. Кстати, ребята, спасибо вам огромное за комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления. Под прошлым роликом их скопилось огромное количество. И если честно, я прямо в буквальном смысле чувствую, как мне становится лучше. Ладно, жители, я пойду быстренько запишу этот интересный ролик. И прямо сейчас я как раз-таки двигаюсь в сторону того самого подарка. Однако пока у меня есть несколько секунд свободного времени, я хочу быстренько зажечь огонёк на ваших экранах. А именно показать три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. Ну и, конечно же, напомнить вам по старой доброй традиции, что попасть в завтрашний видосик очень и очень просто. Достаточно прямо сейчас опуститься под этот ролик и написать любой интересный комментарий. А теперь мы наконец-таки можем перейти, ребята, к этому подарку. Вы только посмотрите на это! Как это круто выглядит! И если вы сейчас подумали, что я какой-то больной и радуюсь печке и верстаку, ребята, то вы не совсем всё правильно поняли. Точнее, вы не совсем, ребята, всмотрелись. Это же дом внутри печки и дом внутри верстака. Два очень маленьких домика, которые максимально сильно замаскированы. Давайте я даже как-то постараюсь показать вам это издалека. Вот, например, заглянув в окошко, можно разглядеть там какой-то диванчик. Вот она, маленькая дверца. А если подойти к печке, то тут вообще, ребята, целые хоромы. Вон кровать стоит. Вон там тоже что-то подобное. Короче, как вы уже догадались, это никакие, ребята, необычные блоки. Внутри действительно нас ждёт что-то интересное. Но самое крутое, что это придумали и создали жители моей деревни. Такое случилось, если честно, первый раз за три года ведения этого канала. Чтобы жители вот так вот просто придумали такую крутую идею для видоса. Это действительно просто офигенно. Обязательно поставьте лайк на это видео, ребята, чтобы жителям стало приятно. Потому что они действительно очень-очень сильно старались. А, я со своей стороны постараюсь максимально круто посмотреть, что там у нас внутри. Также у меня есть, ребята, вот такие вот специальные предметы. Которые позволят мне уменьшиться и попасть как раз-таки внутрь. И давайте для начала используем вот этот вот образователь, переобразователь в одну восьмую. И, в принципе, его должно быть полностью достаточно. И вот так вот круто, ребята, я сюда захожу. Офигеть! Даже не верится! Это не какой-то монтаж, ребята! Я в буквальном смысле нахожусь внутри самой настоящей печки. И это, если честно, просто какое-то сумасшествие. Можно даже сделать себе ещё меньше. И мне кажется, так будет даже немного лучше. Можно на диванчик удобно сесть. И все предметы плюс-минус, ребята, подходят мне по росту. Но в случае чего можно всегда увеличиться. Как я понимаю, ребята, это кухонька. И водичка даже переливается! Как всё продумано! Вот такие вот, ребята, места для хранения. Ну, шкафчики так называемые. И здесь наверняка где-то есть духовка. Но, к сожалению, я пока что не понимаю, где именно. Однако, в любом случае, ребята, это гостиная-студия. Да, это должно называться примерно именно так. Выглядит просто бомбически! Очень круто! И также есть ступеньки на второй этаж, куда мы, несомненно, с вами поднимаемся. И вот здесь просто офигенный видок. Вот представьте, ребята, взять какой-то самый обычный деревенский дом. Да даже дом Ромы, кузнецу! Там как раз-таки на улице установлены две печки. И представьте, как бы это было круто, если туда поместить такие мини-дома. Можно было бы наблюдать за Ромой или за другими жителями абсолютно беспалевно. И это очень круто! Чувствую себя, если честно, каким-то шпионом. Потому что я уверен на 100%, что жители прямо сейчас меня не видят. Они даже не обращают на меня внимания. Просто супер! Книжечки разные. Правда, какие-то гигантские. И даже какой-то, я не знаю, это либо столик, либо монитор от компьютера. Что-то подобное, ребята. И очень мягкая кроватка. И даже прикроватная тумбочка, ребята, вот с таким офигенным столиком. Продумано всё до мельчайших деталей. Признаться честно, я обожаю вот такие маленькие уютные пространства. И, блин, это гораздо круче, чем какие-то огромные дома. Я думаю, что вы со мной полностью согласны. Однако, ребята, нам нужно посмотреть ещё дом внутри верстака. И сравнить их, так скажем, полностью. Коврики. Блин, ребята, это, это слишком круто, чтобы быть правдой. И я даже не буду увеличиваться. А просто вот так вот аккуратно добегу до этого верстачка. Самое главное, чтобы на меня сейчас никто не наступил, потому что я сейчас примерно размером с самого настоящего муравья. И вот здесь уже всё кардинально отличается. Тут какое-то очень странное дизайнерское решение. Стол, ребята, кухонный. Установлен прямо по центру главной комнаты. Однако есть одно маленькое но. Прямо под ним почему-то установлен какой-то бассейн. Но запрыгнуть я в него не могу. И, блин, я даже отсюда вижу, ребята, вот эти вот, знаете, крестики, так скажем, для крафта предметов. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чём я. Здесь тоже вот такая вот импровизированная кухонька. Но нет, ребята, уже никакой водички и раковины. Просто, так скажем, поверхности для готовки чего-то интересного. И здесь, ребята, сто процентов... Я уверен, что так оно и задумывалось. Установлен самый настоящий телевизор. Это же так прикольно. Приготовил себе здесь что-нибудь покушать. Сел за стол, сполоснул ножки в бассейне. И смотришь мои новые видео по Майнкрафту. Очень круто и очень продуманно. Конечно же, ребята, огромный просто книжный шкаф. Поднимаемся на второй этаж и... Вау. Офигенно. Ребята, этот дом мне даже нравится больше. Он менее продетализированный. Но за счёт вот этого вот аквариума... Да-да, ребята, именно аквариума. Уж в этом я разбираюсь, ребята. Это сто процентов сделано для рыбок. Из-за него этот дом выглядит просто сногсшибательно. Огромная, просто царская, ребята. Это, так скажем, кинг-сайз кровать в два раза больше, чем в доме в печке. Также компьютерный стол вот с такими вот полочками. Прикроватная тумба. Хотя, если честно, это похоже больше на какую-то, ребята, знаете, старинную печь. И тоже два маленьких окошка. И они мне тоже нравятся больше, чем в печке. Во-первых, ребята, я менее заметен. И, как вы уже поняли, эти дома для шпионажа подходят просто идеально. Ну и, конечно же, второй пункт, по которому этот дом мне нравится больше. Я о нём уже говорил, если вы помните. Это как раз-таки всё довольно-таки маленькое. Блин, это просто офигенно! Супер просто! Словами не передать. Вот такой вот стеллажик тут жители ещё разместили. И это, я так понимаю, какой-то гардеробный шкаф. И вы посмотрите, какой житель огромный по сравнению со мной. Это просто не передать словами. Такие эмоции, ребята, за три года игры в эту игру я ещё не испытывал. И даже несмотря на то, что я сейчас болею, ребята, моё настроение просто зашкаливает. Было бы ещё круче, если бы этим верстаком прямо сейчас можно было воспользоваться. Будучи вот таким вот маленьким. Тогда это было бы, ребята, просто шикарно. И, блин, мне как-то даже не хочется возвращаться в свой огромный дом. Они такие маленькие, такие крутые. И жители тут что-то слишком начали расхаживать. Поэтому я, пожалуй, вернусь в свой первоначальный размер. Ё-моё, даже не верится, что буквально несколько секунд назад я ходил по этим домикам. И рассматривал всё внутри. А для обычного игрока эти блоки выглядят, ну, практически как обычно. Я, конечно, ребята, очень сильно благодарен жителям за этот офигенный подарок и за эту офигенную идею для ролика. Потому что подобного на моём канале ещё не было. Что-то маленькое, конечно же, ребята, где-то просматривается. Но чтобы вот так вот сравнить два дома, полностью построенных в блоках, нет, ребята. Я об этом даже подумать не мог. Обязательно пишите в комментариях, какой дом вам понравился больше. В печке или же всё-таки в верстаке. И обязательно отмечайте это видео лайком, ребята, чтобы жителям действительно было приятно. Они большие молодцы, что так сильно постарались. А вы не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. Потому что, как вы знаете, ролики на моём канале продолжают выходить каждый день. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы ничего не пропустить. А я, пожалуй, прямо сейчас пойду сделаю чай и приготовлю какие-нибудь пряники, печеньки и так далее. Так скажем, в качестве благодарности носатым. Всем удачи, спасибо за просмотр и до завтра. Пока-пока, ребята.